здравствуйте друзья привет всем кто меня смотрит как всегда горячо приветствую всех любителей часов на просторах интернета знаете я долго думал как начать этот ролик и о чем вообще в нем рассказать потому что с одной стороны хочется просто рассказать о своих часах рассказать показать поделиться впечатлениями с другой стороны я понимаю что это не очень-то интересно модели у меня не самые свежие есть и обзоры есть и отзывы и в общем-то повторять все то же самое смысла нет вот здесь я специально выписал референсы моделей справа налево что означает правая колонка цифр пока немножко сохраню интригу кто догадался хорошо кто не догадался позже поясню значит самая свежая модель у меня вот это 020 17 а она вышла в июне 22 года и как раз на эту модель есть подробный обзор на моем канале первый обзор в интернете на эту модель кому интересно можете ознакомиться на все остальные как я уже сказал отдельные обзоры снимать смысла нет но но при всем при этом я тут обнаружил такой интересный момент что очень мало кто рассказывая часах восток касается вопроса качества а если касается то как-то очень однобоко и вскользь и это странно потому что качество остается краеугольным камнем этих часов и до сих пор идут ожесточенные споры в интернете что же у вас только с качеством кто-то говорит что это полное барахло и брать ни в коем случае не стоит кто-то наоборот утверждает что по соотношению цена качество это лучшие часы в мире и я в общем то понимаю почему такие разные мнения потому что восток это однозначно очень неординарные часы единственные в своем роде я потом позже поясню что я имею ввиду и конечно если к ним подходить со стандартными мерками то можно найти много всяких косяков но если принять во внимание что это историческая мануфактура что это свой мануфактурный механизм собственной разработки производства что это свои дизайнерские коды узнаваемые во всем мире что в конце концов это наши отечественные часы то конечно некоторые минусы превращаются в плюсы и вообще на все это начинаешь немножко по-другому смотреть короче говоря я в своем ролике решил сделать акцент на качество осветить по возможности все аспекты из которых это сложное понятие складывается а как мы все знаем качество это понятие сложное оно из множества аспектов состоит я думаю будет интересно будет интересно еще и потому что все таки у меня не одни часы не двое а целых четверо в общем то этого конечно явно недостаточно для статистики это слишком узкая выборка для статистики но но в то же время четверо часов одной и той же марки в одном и том же ценовом сегменте и в одних и тех же руках этого уже достаточно для того чтобы какое-то мнение сложилось и этим мнением конечно же я с вами поделюсь при этом совершенно не претендую на истину в последней инстанции сразу оговариваюсь что в общем то буду выражать всего лишь свое личное мнение но постараюсь при этом быть максимально аргументированным значит что еще все мои четверо часов выпущены где-то в середине двадцать второго года плюс минус и тут возможно многие скажут слушай но не рановато ли ты замахнулся рассуждать о качестве у тебя достаточно свежие часы вот после того как они поживут годик полтора наверно можно будет что-то сказать но нет нет я с этим не согласен и вот почему я в свое время изучал отзывы на часы восток и столкнулся с такой интересной закономерностью что подавляющее большинство отзывов это отзывы двух типов первый тип это человек взял часы восток и у него все в порядке часы на отличном ходу и под машину ронял и в воде топил и ничего с ними не происходит просто лучшие в мире часы и второй тип отзывов это когда человек берет часы восток и сразу начинаются проблемы сразу же что-то сломалось пытались починить опять что-то сломалось и так далее то есть какой вывод из этого можно сделать вывод очень простой что видимо с надежностью так же как и с прочностью у востоков никогда проблем не было но какое-то время назад была проблема с тем что большое количество брака попадала в розничную сеть и это конечно же слегка подпортила имидж марки и также многие пользователи подтверждают что если вам попался брак то он проявит себя в первый же месяц полтора эксплуатации вот то есть бояться стоит брака брак проявляется в первый же месяц эксплуатации и мои часы уже многократно пережили это пороговое значение в один месяц они у меня на постоянном ходу они у меня идут все с ними в порядке то есть вот у меня ситуация четыре из четырёк или сто процентов вот не знаю может быть мне так повезло но я все-таки думаю что на востоках последнее время подтянули контроль качества и в общем то многие пользователи подтверждают что да действительно в последнее время намного меньше качества извините намного меньше брака попадает в розничную сеть заговорился уже вот то есть это конечно позитивные моменты это хорошо то есть если говорить о качестве как об отсутствии брака то завод над этим работает и в целом есть вектор на улучшение этой ситуации это здорово вот дальше идут нюансы и о нюансах давайте все-таки подробно поговорим значит смотрите взять хотя бы вот эти часы это мои первые востоке которые у меня появились в июнь извините в конце мая в конце мая 22 года значит как раз приблизительно к этому моменту я понял что хочу себе часы восток я изучил что это за марка мне стало интересно и в общем то мне хочется думать что вот эти часики сами меня нашли потому что я зашел в какой-то момент на один из marketplace of и там выскочила вот это предложение эти часы продавались очень хорошей скидкой они стоили практически в полтора раза дешевле чем они стоят в официальном интернет-магазине завода восток поэтому я уже не раз говорю в роликах что обращайте внимание на marketplace и вот то есть официальном магазине завода восток эти часы стоит 6000 рублей с хвостиком вот и достались они мне конечно значительно дешевле и когда я их заказывал у меня были всякие опасения по поводу качества я начитался тоже кучу негативных всяких отзывов но я решил так что с учетом скидки в общем-то даже если с часами что-то будет не так или даже за свой счет смогу починить это в любом случае так сказать не будет сильно дороже чем они стоят там в других магазинах тем более в розничных магазинах вот как-то так и знаете могу сказать что часы в общем-то оправдали все мои ожидания они мне очень понравились был такой вау-эффект мне очень зашел вот этот такой массивный брутальный корпус мне очень зашел этот циферблат с одной стороны это такая классика классика с другой стороны это переработанная классика в таком современном прочтении и корпус здесь более современный и вот это золочение на циферблате очень интересное и интересно то что диск даты здесь сделан черного цвета под цвет циферблата тоже молодцы интересно что есть логотип на заводной головки тоже молодцы интересная вот эта гравировочка на задней крышке дельфин на фоне солнца и моря ну в общем все классно классно очень эти часы понравились но но если говорить о качестве изготовления внешних элементов то косяки конечно есть например вот эти вот грани ушки достаточно острые острые я не знаю зачем и как так получается неужели сложно снять фаску ну вот к сожалению фаску не сняли и вот это такой вот косячок здесь есть если говорить о качестве исполнения других корпусов то в общем то вся та же самая история вот например здесь вот эти нижние грани очень острые острые с этой стороны тоже вот здесь вот это все заводная головка тоже граню нее очень острое так довольно таки неприятно это все вот на этом корпусе все тоже самое знаете даже тут так интересно что вот эти грани верхней сделаны получше а вот эти нижние прям совсем острые то есть видимо когда заготовка была на станке она слегка перекосилась и получилось что вот эти вот грани нижние они с разной с разных сторон немножко по-разному обработаны но заводная головка такая плюс-минус ничего себе ушки вот здесь в этих местах тоже острые и знаете такое интересное открытие для себя сделал что на самом деле на самом деле претензий нет вот к этому корпусу это такая самая старая историческая модель такая базовая модель которая в официальном интернет-магазине стоит 3800 рублей и здесь вот корпусу вообще претензий никаких нет все грани сглажены все фаски сняты но вот здесь вот на углах единственное что это надо сильно постараться чтобы какие-то негативные моменты здесь найти вот видите видно что здесь фасочки сняты все аккуратненько и даже заводная головка несмотря на то что вот эта грань у нее достаточно жесткая но она не острая и безель тоже самое несмотря на то что у него вот это вот грань наружнее достаточно жесткая но опять же она не острая это наоборот позволяет более удобному хвату как ни странно вот конкретно на этих часах еще и безель как-то приятнее крутить понятно что на востоках всегда безель двунаправленный и по поводу этого очень много негатива в интернете но с другой стороны надо понимать что это историческое решение это часы которые изначально разрабатывали в советском союзе как часы для водолазов это одни из первых глубоководных часов вообще в мире и по большому счету это восток должен всем диктовать каковая конструкция безли должна быть они наоборот но с другой стороны конечно когда безли однонаправленный в этом есть свой смысл все мы это знаем что так сказать если безель повернется в одну сторону то ничего страшного если в другую то это может привести гибели водолаза поэтому конечно безель однонаправленно это правильное решение но опять же опять же вот исторически был такой и в общем то я в этом не вижу ничего плохого потому что давно уже в таких часах никто никуда не погружается и я не знаю давно уже это не актуально это просто вот элемент дизайна элемент вот такого типа часов не более того никто в них уже не погружается на большую глубину вот как-то так значит если говорить хронологически вот эти часы у меня появились в конце мая двадцать второго года водолаз пузырье вот эти про них есть обзор после того как опыт с первыми часами восток был в целом позитивный я решил что почему бы еще не взять командирские вот взял себе такие командирские часы тоже мне очень нравится очень нравится вот это аналог gmt функции это с одной стороны простое усложнение с другой стороны это позволяет и второй часовой пояс часах иметь в общем классная вещь и интересная компоновка циферблата в общем очень интересные часы в целом ну и третье часы вот эти вот эти я их купил в июле двадцать второго года то есть конец мая июнь это июль и меня эта модель всегда очень сильно цепляла и как-то всегда привлекало мое внимание я подумал ну почему бы тоже не взять почему бы тоже не взять эти часы и эти часы я заказывал официальным интернет-магазине завода восток эти значит стоили 4090 рублей эти 3 800 вот и здесь и заполненный гарантийный талон стоит печать стоит дата продажи все как положено то что берешь на marketplace и к сожалению продавцы на marketplace и не заморачиваться тем чтобы гарантийный талон заполнять имейте ввиду есть такой нюанс но на marketplace и можно получить очень хорошую скидку вот эти часы я тоже взял на marketplace с очень хорошей скидкой это был сентябрь лучше 22 года тоже я подумал что надо как-то закрывать свой гештальт с востоками но я понял что это невозможно сделать не имея суточник потому что суточник это такая очень характерная тема конкретно для нашей часовой промышленности отечественной конкретно для нашей культуры потому что во всем остальном мире суточный формат не вообще не востребован практически нигде но у нас вот мы прекрасно функционируем в двух форматах и часто вместо того чтобы сказать час дня я например говорю 13 00 то есть суточный формат у нас наверное уже в нашем культурном коде в нашем днк коде и вот конечно суточные часы суточные механизмы существуют его востока и у ракеты есть и отечественные микро бренды которые делают свои часы суточники на этих механизмах так что в общем то без суточника я думаю в коллекции обойтись нельзя и вот он у меня тоже есть и кстати говоря очень многие считают что вот эта модель суточников она одна из самых удачных среди всех востоков вот как то так ну так вот а что касается вот этих амфибий то чем же они меня так привлекли ну посмотрите во первых цвет как по мне так это единственные часы среди классических амфибий с таким вот каким-то интересным необычным цветом и как по мне они больше всего говорят о море а солнце каких-то морских приключениях чем любые другие часы восток даже с морской тематикой да у востока есть часы и с якорями и со штурвалами есть часы где даже парусная лодка в центре циферблата изображена здесь вот нет никакой явной отсылки к морской тематике но согласитесь что цвет говорит сам за себя просто потрясающий цвет я их называют часами средиземного моря потому что мне приходилось бывать на средиземном море и вот этот вот цвет такой бирюзовый максимально точно попадает цвет средиземного моря ну по крайней мере в тот период когда я там был очень интересно получается что люди которые ни разу на средиземном море не были тем не менее вот придумали такой интересный цвет повторюсь что эта модель насколько я понимаю родом из советского союза среди всех моих часов такая самая классическая самая базовая модель и учитывая что здесь качество изготовления внешних элементов самое лучшее вот я хочу сказать что видимо видимо те модели которые были разработаны еще при советском союзе которые выпускаются на оборудовании которые возможно было настроено и установлено еще при советском союзе вот здесь как раз таки наиболее видна вот это наша советская инженерная школа поэтому если вы хотите именно классические востоки то вот не пренебрегать этими базовыми моделями они стоят копейки по функционалу все тоже все то же самое а по качеству исполнения но вот то что я вижу по крайней мере это лучше чем то что было сделано позже вот единственный конечно недостаток что может быть слегка такой устаревший утилитарный дизайн но опять же сейчас винтаж моде поэтому тут как посмотреть значит но не только цвет в этих часах интересен посмотрите что здесь например накладные метки тоже очень интересно такое необычное решение для бюджетных востоков и не только это посмотрите какой здесь безель мало кто об этом знает но вот это единственный безель среди бюджетных базовых востоков с люминофором вот это вот . здесь светится в темноте и такой безель ставится только на трех моделях часов восток но я имею ввиду базовые вот эти модели на всех остальных здесь просто обычная краска причем существует точно такой же безель по дизайну но этот вот такой немножко брошированной а тот полированный так вот на полированном безеле эта точка уже не светится она светится только здесь вот на таком брошированном безель вот такие интересные часы и знаете эти часы это иллюстрация в том числе и того что на заводе восток к сожалению все очень плохо с маркетингом если говорить о маркетинге как о составляющей качества а это так и есть то есть позиционирование каждой линейки на рынке позиционирование каждой модели на рынке описание продуктовая легенда и так далее это все конечно же составляющие качества и вот в этом на востоках все очень плохо значит описание в официальном интернет-магазине очень скудное его практически нет просто перечислены характеристики иногда даже с ошибками вот и естественно никакой продукту продуктовой легенды ничего такого нет даже даже не сфотографирована задняя крышка хотя на востоках всегда интересные задние крышки с какими-то интересными гравировками вот посмотрите здесь простая крышка написано амфибия но тоже очень интересная вот например на вот этих часах задняя крышка на задней крышке изображена чайка на фоне солнце и море тоже прикольно интересно но вот этих часах на задней крышке логотип восток и такие расходящиеся концентрические секторы то ли в виде акустических волн то ли в виде радио но тем не менее тоже это не просто лысая крышка это интересная гравировка и к сожалению даже это на сайте на официально в официальном интернет-магазине не сфотографировано непонятно когда ты покупаешь часы какая у тебя будет задняя крышка например что означает красные секторы на часах радиста что означает символика на часах яхтсмена что означает например вот этот вот треугольник на часах в пилотском стиле ничего этого не написано и вот что касается вот этих часов бирюзовых то конечно мне кажется тут даже никакой продуктовой легенды придумывать не надо мне кажется сто процентов была какая-то интересная история создания этих часов потому что уж очень интересные необычные часы вот как-то так как видите я сюда уже поставил такой силиконовый ремешок в цвет циферблата мне кажется такие очень интересные летние часики были получились и в общем-то остаток лета 22 года я их с удовольствием носил вот как-то так значит если продолжать разговор о качестве внешних элементов например вот эти часы водолаз в пузыре поставлялись вот с таким вот литым браслетом и браслет действительно классный он классный он такой тяжеленький он такого очень приятного качества естественно литой то есть все с этим браслетом очень не очень неплохо но конечно если придираться то например застежка у него максимально разболтана причем изначально так было видите какой люфт люфт огромный фиксатор ходит легко есть тут парочка звеньев которые тяжело гнуться ладно не буду сейчас искать поверьте мне на слово в принципе это ни на что не влияет браслет рабочий он по руке ложится но тем не менее и был еще один косяк у этого браслета что вот это отверстие было плохо проработано и сюда вот не влезала толстая шпилька и на заводе не сильно заморачиваясь поставили шпильки тонкие и браслет на этих тонких шпильках конечно же болтался мне это не понравилось то есть я когда снимал браслет этот эту такую особенность обнаружил и вот это отверстие немножко проработал напильником ну и поставил сюда толстые шпильки и сейчас конечно браслет намного приятнее сидит он не болтается в местах крепления в общем намного это лучше опять же если не докапываться если не обращать внимание то в общем то этой проблемы никогда и не заметишь но вот можно сказать что это косяк если продолжать тему браслетов то например вот здесь вот застежкой все получше люфт поменьше фиксатор ходит с большим усилием в принципе получше но сам по себе браслет такое ощущение что его носили то есть он вот здесь вот сильно болтается в принципе опять же ни на что не влияет но люфт конечно большой и знаете что еще интересно вот эти часы суточники и вот эти командирские стоит абсолютно одних и те же денег 4090 рублей если покупать на в официальном интернет-магазине и здесь и здесь заявлено что браслет литой да и по идее он должен быть литой потому что цена на часы одинаковая но но вот этот браслет намного легче чем вот этот я не знаю почему то ли вот этот браслет какой-то пустотелый внутри то ли что старца в принципе ну нет ничего такого чтобы указывала на то что это не литой браслета штампованный но вот он легче не знаю почему я говорю возможно потому что он пустотелый значит что касается вот этого браслета тоже вроде бы все нормально внутри вот это вот звено второе звено здесь цеплялась за первое звено с таким характерным щелчком на обзоре этих часов это все видно и в общем то браслет ровно не ложился по руке он либо вот так либо вот так то есть в этом была своя проблема но я ее решил поменяв местами вот эти интегрированные звенья то есть вот это звено и это звено я просто поменял местами то есть то которое сверху переставил вниз то который снизу переставел вверх и в принципе сейчас все стало нормально ну такое бы цепляние все равно есть такое небольшое заедание но по крайней мере браслет ровно ложится по руке вот то есть в этом плане стало все плюс-минус нормально значит что касается застежки бабочка то опять же в принципе неплохо но с одной стороны она прям расстегивается очень легко 3 вообще практически без усилия у меня есть такое подозрение что через какое-то время просто перестанет держаться но опять же это только подозрение опять же на сегодняшний день все абсолютно рабочие все в целом хорошо вот но придраться есть к чему опять же говорю об этом в очередной раз значит вот что касается базовых моделей самых дешевых туда корпус вопросов нет но большинство таких моделей поставляется вот на таком вот самым дешевым штампованным браслете он конечно же ни о чем как видите я даже пленки с него снимать не стал его сразу заменил вот и по поводу этих браслетов тоже очень много негатива в интернете многие пишут что вот браслеты полное барахло и как можно в наши дни вот такие браслеты ставите вообще он сразу под замену вы знаете с одной стороны да с другой стороны я хочу спросить а чего бы вы хотели за эти деньги понятно что если вы покупаете такие вот часы где-то в розничном магазине там за цену дороже 8000 рублей то понятно что вам хочется и браслет нормальные так далее но реальная цена этих часов в официальном интернет-магазине 3800 и за эти деньги конечно же завод сюда мог поставить просто самый дешевый ремешок из кожи молодого дерматина это бы вполне 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 соответствовало этой цене но но ребята заморочились ставят сюда браслет из нержавеющей стали это действительно нержавеющая сталь действительно она не поржавеет ничего с ней не будет но конечно браслет бюджет ничего не поделаешь но с другой стороны он легкий легкие браслеты многие любят и смотрится он неплохо единственный вот недостаток у этого браслета то что вот здесь вот эти звенья могут разогнуться и чистить там чисто теоретически могут выскочить и упасть и потеряться но опять же если за этим следить если носить аккуратно то в принципе я думаю что проблем быть не должно в принципе проблем быть не должно то есть абсолютно рабочий браслет поэтому все вот эти претензии по качеству по качеству изготовления внешних элементов ну скажем так это как посмотреть надо обязательно держать в голове цену этих часов то есть сколько они стоят причем не у него перекупщиков не у барыг а в официальном интернет-магазине вот как то так как то так значит что еще огромное количество хайпа по поводу вот этих вот коробочек в которых поставляются эти часы либо вот такая черная коробочка которых поставляются амфибии либо вот такая красная коробочка в которой поставляются командирские до либо вот такая коробочка в которой поставляются базовые модели амфибий и по поводу этих коробок тоже очень много негатива многие пишут что это полное барахло что как можно пластиковые коробки и так далее опять же с другой стороны чем плоха пластиковая коробка что хорошего в картонной коробке обтянуты дерматином как по мне так картонная коробка может и покоробиться и разбухнуть от воды и потерять свою форму и что угодно то есть пластиковая коробка согласитесь что она лучше выполнять свои функции она лучше защищать свои часы и в общем то в общем то в современном мире в картонных коробках поставляется большинство часов недорогого дешевого сегмента все поставляются в картонных коробках поголовно а вот таких вот пластиковых как у востока нет ни у кого и что плохого что восток поставляет часы в таких интересных необычных коробочках не влезают лан бог с ней вот ничего плохого в этом нет мало кто об этом знает но эти коробки это тоже часть мануфактурного производства то есть восток их нигде не закупает они их производят сами и согласитесь это очень здорово это так характерно это аутентично и я в общем-то эту коробку ни на что не променяю единственное что вот например я я бы вот этот вот вкладыш в коробке поменял на какую-то подушечку если сюда положить какую-то подушечку более или менее нормального качества то сразу это все по-другому заиграет и в общем то я думаю что намного это все будет интересно вот как то так как то так давайте теперь знаете о чем поговорим вот о качестве исполнения внешних элементов мы поговорили и кстати я забыл одну вещь вам сказать вот смотрите какой интересный момент вот двое часов да смотрите у них абсолютно одинаковые заводные головки видите абсолютно идентичный но на этих часах заводная головка плюс-минус нормальная то есть гранью не очень острая такая нормальная можно жить а на этих прям совсем острая то есть что у нас получается получается что даже одни и те же элементы могут быть вы выполнены с разной степенью качества и по этому поводу тоже огромное количество негатива многие пишут что часы восток срублены топором что качество непредсказуемо и так далее но но с другой стороны понимаете это фактор мануфактурности надо просто понимать что эти часы сделаны в полуручном производстве по технологиям 60-х годов и конечно такие нюансы будут но например у швейцарцев такая мануфактурность стоит просто сумасшедших денег просто заоблачных денег понятно что у них там это все на другом уровне у них это все возведено в абсолют у нас все намного проще с этим но суть от этого не меняется это часы ручного производства фактически и надо это понимать и в общем-то надо осознавать что ты покупаешь потому что если ты хочешь часы со стопроцентно предсказуемым качеством которые изготовлены роботами то пожалуйста можно брать любую другую марку там сотни тысяч и марок где качество будет стопроцентно предсказуемо здесь же вот да да каждый каждый экземпляр часов будет отличаться от другого и в общем-то в этом мануфактурность в этом интерес в этом смысл то есть каждый экземпляр имеет свою душу имеет какие-то свои отличия и в общем-то я считаю что мы должны этим гордиться и в общем-то это беспрецедентный случай в мировой в часовой индустрии чтобы часы ручного производства мануфактурные часы стоили таких копеек я думаю в часовой индустрии больше такого прецедента никогда не будет это просто невозможно просто ни одна марка себе этого не может позволить кроме востока вот почему я говорю что восток это единственные часы в своем роде что у нас есть единственная возможность за какие-то доступные деньги купить мануфактурные часы ручного производства за это конечно надо сказать руководству востока большое спасибо что они не ломят цены спасибо большое что так сказать восток продолжает работать бюджетном сегменте хотя в общем цены вполне могли бы поднять вот как-то так давайте теперь поговорим о такой интересной штуки как качество дизайна здесь конечно все очень субъективно мы поговорили о качестве маркетинга поняли что его фактически нет позиционирования моделей на рынке нет позиционирования там линеек на рынке нет и в общем-то и даже официальном интернет-магазине нет какой-то даже минимальной информации там о тех часах которые они продают которая должна бы быть хотя бы по минимуму вот что касается качество дизайна то тут тоже все так очень как-то неоднозначно с одной стороны у востоков свои дизайнерские коды и эту это очень круто это узнаваемые во всем миром во всем мире часы и часы восток в общем-то ни с чем другим не спутаешь с другой стороны вот есть какие-то откровенные непонятки в этом плане вот например смотрите вот командирские вот амфибии две легендарные линейки у завода восток ничего странного не наблюдаете сейчас фокусируется вот смотрите как так может быть чтобы у командирских и у амфибий были одинаковые стрелки но это просто я не знаю это просто верх какой-то небрежности в моем понимании потому что я считаю что уж если у тебя есть всего две легендарные линейки то по крайней мере все элементы должны быть аутентичны и оригинальны ни в коем случае не должны не должны пересекаться не корпуса не стрелки не другие какие-то элементы но вот тем не менее у востока все это пересекается и конечно с одной стороны с одной страны если например вот это ваши единственные востоке то интересно что здесь такие стрелки потому что это самые узнаваемые стрелки среди всех моделей восток с другой стороны есть у вас несколько востоков то наблюдать одни и те же стрелки в разных совершенно линейках ну согласитесь что это странно это какая-то чепуха вот что еще например смотрите это командирские часы почему здесь у нас изображена чайка на фоне солнца и моря то есть эта чайка была бы уместно для амфибий вполне но зачем это ставить на командирский на на командирских я так понимаю задняя крышка должна быть там со звездами с шевронами с какой-то военной символикой там с пушками с танками со знаменами с чем угодно но не с морем и не с чайкой ну согласитесь странно странно вот здесь да здесь по крайней мере там какие-то радиоволны или акустические волны но что-то по крайней мере как-то бьется с концепцией этой линейки командирских что касается чайки но это как-то совсем неуместно на мой взгляд вот что еще по дизайну ну взять безель хотя это вот не совсем дизайн но я так думаю что все-таки это уже скорее аксессуар это уже скорее аксессуар это все-таки скорее элемент дизайна и тут конечно да безель у востоков двунаправленный да это историческое решение как бы ругать это не стоит но но то что без или на разных часах новых крутятся с разным усилием но это конечно просто ну не знаю как это ни в какие ворота это не лезет потому что вот здесь например без их крутится достаточно легко но усилие приятное здесь усилие максимально приятное а вот здесь он например просто болтается и ходит как-то так ну как флюгер во все стороны и в общем то как будто бы еще и с какими-то заеданиями да здесь вот он крутится реально туго и это хорошо потому что для того чтобы выставлять второй часовой пояс 24-часовом формате надо чтобы безлиц все-таки плотно хотел чтобы он случайно не двигался и это хорошо вот то есть но тем не менее тем не менее везде он крутится по-разному но казалось бы какая проблема при установке безеля как-то чуть побольше уделить этому внимание чуть побольше уделить внимание тому чтобы вот эта пружинка которая внутри безеля стоит была более правильной геометрии да ничего страшного в этом нет ничего сложного нет и это в общем-то не стоит каких-то денег но вот почему-то до сих пор вот с этими дизелями такая проблема и многие это тоже ругают но с другой стороны с другой стороны тут надо понимать что такой достаточно простой безель это возможность кастомизации в общем-то немногие на это обращают внимание но вот когда у часов такой сложный безли однонаправленный с трещоткой то очень часто бывает так что целиком безель снять невозможно все что можно сделать это от ковырять вот эту вот вставку и прилепить вставку какую-то другую ну понятно что это совсем другая история это надо еще аккуратно ковырять это там останется клей новая вставка может приклеиться неровно и так далее то есть это вот такая история так себе вот на востоках что хорошо что можно писать целиком снять и менять эти безели чуть ли не каждую неделю сегодня поставил один завтра поставил другой и так далее с одной стороны да с другой стороны на самом деле не все так просто потому что я вот этот безель снимал и могу вам сказать что без определенной сноровки снять его а тем более поставить обратно но это не так просто то есть есть свои нюансы можно и часы повредить можно и стекло как-то повредить и так далее то есть тут вот конечно тоже если восток позиционирует себя как такие часы легкие для кастомизации по крайней мере легкие для снятия безелей может быть им давно пора было как-то придумать какую-то технологию для снять этих безелей или там придумать ну так чтобы это все было проще удобнее и как-то более ориентированно на пользователя вот к сожалению вот этого нет то есть с одной стороны безель простой и однонаправленный и многие это ругают с другой стороны как элемент кастомизации тоже все не так просто и снять и установить его тоже как бы могут возникнуть проблемы вот но тем не менее я вот здесь безель снял подогнул эту пружинку установил обратно и знаете что хочу сказать ну вот он чуть-чуть поплотнее стал крутиться до этого совсем у меня легко болтался как флюгер сейчас вот немножко получше стал но могу сказать что все равно все равно этого недостаточно мне бы хотелось чтобы он крутился как-то немножко поплотнее с большим усилием это к чему я говорю к тому что видимо многое зависит от геометрии вот этой самой пружинки которая внутри стоит то есть если у нее изначально какая-то не очень корректная геометрия то можно ее там по-разному подгибать и пытаться выправить но вот видимо ну по крайней мере с первого раза это не всегда получается вот у меня не очень-то получилось хотя повторюсь стало немножко получше вот как-то так если вот говорить о дизайне как таково например вот сравнивая вот эти двое часов значит эти командирские вышли значительно раньше мне кажется это где-то 90-е годы вот эти командирские вышли в июне 22 до казалось бы вот эти часы вроде бы интереснее интереснее компоновка циферблата и интереснее вот это бюджетный вариант gmt функции как-то вот цвет интересный вроде бы часы так поприкольнее выглядит с другой стороны вот если присматриваться то понимая что вот здесь дизайн проработан намного лучше во-первых вот в этих медных часах неправильный цвет цифр на мой взгляд потому что он такой слишком белый он как-то не гармонирует цветом циферблата это раз неправильный цвет вот этой красной стрелки тут опять же тоже можно поспорить но тем не менее тем не менее вот эта gmt стрелка на красном фоне красного цвета но это тоже такой дизайнерский просчет на мой взгляд здесь наоборот обратите внимание что цифры выполнены ведь не белым цветом а это какой-то такой цвет нечто среднее между хаки и песочным то есть они не белые посмотрите как это хорошо гармонирует с циферблатом как уместно здесь вот это вот окошко даты на отметке шести часов в правильном месте так сейчас фокус возьмет камера в правильном месте вот этот шеврон расположен надпись командирский такая все как-то на своих местах все хорошо и даже дизайн секундной стрелки такой тоже интересный тоже вот есть что в этих часах просматривать и в то же время дизайн такой очень гармоничный плюс дизайн вот этого безеля тоже такой гармоничный интересный в общем с одной стороны часы простые и с первого взгляда выглядят ну с первого взгляда не цепляют но если присматриваться то на мой взгляд очевидно что вот здесь дизайн разработан проработан намного лучше чем например вот здесь на более свежих моделях и вообще вот то что я вижу таких вот свежих моделях наблюдается такая тенденция к упрощению дизайна ну понятно что это все очень субъективно повторюсь что мое всего лишь личное мнение но тем не менее если вы видели новые например нептуны от востока новую линейку да с одной стороны прикольные интересные разноцветные часы вроде бы привлекают внимание вроде бы хорошо но в то же время а что в них есть оригинального вот старом непту не было такая был такой характерный символ на циферблате была такая характерная отделка циферблата виде вот волн на новых нептунах что интересного да ничего на них просто написано нептун не более того и они просто какого-то интересного там просто разноцветный и все вот то есть как по мне так старый нептун намного интереснее нового нептуна хотя вот как бы к свежестью своей они как-то берут тоже аудитории у них есть и многим нравится ну вот не знаю как по мне так классический как-то более интересен он более как-то аутентичен он больше говорит о море он больше говорит о какой-то морской тематике так ладно о дизайне поговорили давайте теперь поговорим о технике значит я вот перечислил на это шпаргал очки референсы моделей я специально не стал перечислять номера механизмов потому что востоковский мануфактурный механизм по сути он один это все один и тот же механизм просто там с небольшими изменениями но в сущности это все одно и то же одно и то же это так сказать механизм с автоподзаводом у него противоударный баланс в общем а все одно и то же есть востоковский более простой механизм без автоподзавода но вот у меня во всех четырех часах стоит механизм с автоподзаводом и вот эти вот дополнительные усложнения там либо вот здесь как аналог джинти функции либо здесь там суточные здесь вот секундная стрелка вынесена отдельно но в принципе это не меняет того что механизм один и тот же ну так вот что по технике значит огромный плюс часов восток в том что это часы которые изначально разрабатывались как глубоководные часы для водолазов это одни из немногих часов которые есть сейчас на рынке которые изначально разрабатывались когда верские часы причем разрабатывались они в советском союзе и в этих часах очень много интересных технических решений И вот это органическое куполообразное стекло, которое должно прогибаться под давлением воды, но не трескаться. Интересное решение. И в то же время конструкция стекла такая, что при высоком давлении оно больше герметизирует корпус. И вот эта вот конструкция задней крышки, например, тоже интересное решение. У вас только задняя крышка составная. Сама по себе крышка накладная. И сверху идет такая вот накидная гайка, которая притягивает эту крышку к корпусу. Зачем это сделано, такая крышка из двух частей? Ну, понятно, что для того, чтобы лучше соблюдать герметичность. Потому что, когда крышка цельная, когда ее начинаешь затягивать, то она елозит по прокладке и теоретически может прокладку смять или повредить и так далее. Здесь вот такой проблемы нет. Здесь крышка как легла, сверху мы ее начинаем притягивать с помощью вот этой накидной гайки. Она равномерно притягивается к корпусу и тем самым достигается максимальная герметичность. Значит, что еще? В Востоках изначально использовалась определенная марка резины для резиновых уплотнений. Ее долго подбирали и эта марка резины специально вот ее подбирали для того, чтобы у нее не оставалось остаточных деформаций после того, как она испытывает там высокие давления под водой. Что еще? Например, конструкция вот этой заводной головки. Я, в общем, не знаю других таких часов, где такая интересная конструкция заводной головки. Вот она здесь болтается. Сейчас покажу, чтобы фокус камера взяла. Вот видите, это специально сделано для того, чтобы если произойдет какой-то удар, то он не отразился на механизме. Вот специально сделана такая конструкция заводной головки. Видите? Она здесь подвижна. Это тоже все сделано не случайно. Не случайно. Еще такой есть интересный момент, что у Востоков секундная стрелка не включена в кинематическую схему основного механизма. То есть вот часто в интернете такие отзывы звучат, что секундная стрелка на часах Восток движется с разной скоростью. Она то начинает ускоряться, то замедляться. Я так думаю, что это связано с тем, что она в общем-то в общую кинематическую схему не включена. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы если под высоким давлением воды у вас стекло прогнется до такой степени, что оно застопорит секундную стрелку, потом, когда вы всплывете, стекло принимает первоначальное положение и механизм продолжает дальше идти. То есть вот это вот физическое стопорение секундной стрелки не приводит к поломке механизма. Вот такая вот интересная история с механизмом Восток. То есть все в этих часах очень интересно. И что касается технических решений, то это вот одни из немногих в мире часов, где использованы действительно интересные технические решения, так сказать, со своей историей. Это вот советская инженерная школа, и это интересно. Это интересно. Так, значит, теперь раскрываю секрет. Значит, что означает вот эта вторая колонка цифр? Это у нас фактически запас хода. На всех востоковских механизмах заявлен паспортный запас хода 31 час. Ну вот, как видите, реальный запас хода совершенно разный. Что тут интересного? Ну, во-первых, то, что реальный запас хода в любом случае сильно превышает паспортный. То есть вот рекордсменами по запасу хода оказались вот эти вот медные часы 02017А модель. То есть у них запас хода аж 41 час. Против заявленных 31 часа. То есть на 10 часов они у меня прошли дольше в горизонтальном положении при максимальном заводе до полной остановки. Удивило меня то, что вот эти вот часы модель 150367 прошли так долго, аж 40 часов. То есть они не сильно отстали вот от этих медных. Почему меня это удивило? Потому что есть такой стереотип, что если в часах есть дата, то, как правило, запас хода поменьше. Почему? Потому что механизму приходится какие-то прикладывать усилия для перевода даты. То есть он теряет на этом свой ресурс. Ну, вот здесь, как видите, часы с датой, но при этом такой выдающийся запас хода. Потом, что еще интересно, что вот эти и вот эти часы куплены мной на маркетплейсе. И у них самый низкий запас хода. 36 и 37 часов. Те часы, вот эти и вот эти, которые куплены в официальном интернет-магазине, у них хороший запас хода. И вот что-то мне подсказывает, у меня вот, ну, такое чисто эмоциональное ощущение, но тем не менее, что-то мне подсказывает, что вот на тех часах, которые куплены с завода, которые там мне поставили непосредственно с завода, на них как-то механизм, ну, лучше обслуженный как-то изначально, может быть, лучше собран. Вот как-то вот мне это, мне вот по ощущениям больше нравится, чем на тех, которые я на маркетплейсе купил. Причем ни здесь, ни здесь не было никакой отметки в гарантийном талоне, не было штампа магазина. То есть на маркетплейсах надо быть готовым, чтобы продавцы, так сказать, не заморачиваться тем, чтобы ставить какие-то отметки о продаже. Вот, к сожалению, это так. Но при этом скидка, поэтому тут, конечно, каждый выбирает для себя, но вот я все-таки рекомендую, если будете покупать часы восток, покупайте в официальном интернет-магазине. В этом есть свой смысл, поверьте. Поверьте, вот у меня такое мое чисто эмоциональное личное ощущение. Вот, как-то так. Значит, о чем говорит такой разный запас хода? Ну, видимо, о той же самой мануфактурности. То есть понятно, что эти механизмы собираются в полуручном режиме. Понятно, что, так сказать, нет двух одинаковых механизмов. Каждый механизм со своей душой, каждый со своими особенностями. Ну, и с одной стороны, за это можно поругать, с другой стороны, за это можно похвалить. Это круто, и это, в общем-то, здорово. Здорово. Это мануфактурность, и это всегда хорошо. Вот, как-то так. Знаете, на этом, наверное, все, что я хотел рассказать о часах восток. Как видите, ну, ситуация неоднозначная. Ситуация неоднозначная, смотря, что вам нужно от часов. Если вы хотите, чтобы у вас там был идеально изготовлен корпус, чтобы там сатинирование лежало идеально ровно и так далее, то, наверное, вот, там, не знаю, наверное, надо выбирать какие-то другие часы. Вот, если вы хотите аутентичности, мануфактурности, какой-то славной истории, каких-то интересных технических решений, аутентичных, опять же, вот, то, пожалуйста, берите часы восток, я думаю, они вас не разочаруют. Значит, что еще интересно, вот, по поводу браслетов, забыл сказать такой нюанс. Вот, смотрите, вот, что интересно с этими часами, что браслет абсолютно не отличается от корпуса вообще ничем. То есть, я специально рассматривал, ну, когда у меня браслет стоял, я просто, видите, поставил ремешок, но когда стоял браслет, я специально рассматривал эти часы при разном освещении, так сказать, и при дневном, и при желтом, и при белом, и под разным углом, и все время хотел найти разницу между корпусом и браслетом, и разницу я не нашел. И это, на самом деле, очень круто, потому что во множестве, множестве других часов, намного более дорогих, намного более крутых, все равно браслет хоть чем-то отличается от корпуса, либо немножко другая отделка, либо немножко другой цвет. Ну, вот здесь абсолютное стопроцентное попадание. И это круто, это молодцы, за это прям надо поставить огромный лайк, ну, по крайней мере, конкретно этим часам. И знаете, есть такое мнение в интернете, что завод «Восток» сам не выпускает браслеты, они их закупают где-то в Китае. Но вот знаете, глядя на эти часы, вот у меня большие сомнения, вот создается полное впечатление, что и корпус, и браслет не то, что выполнены на одном заводе, там, как-то сказать, на одном станке с одними и теми же технологиями, но как будто бы даже из одной и той же партии стали. Потому что если бы, если бы все это не было идентично, оно бы все равно отличалось либо по цвету, либо по качеству отделки и так далее. То есть вот здесь никакого отличия нет, и это круто. Это вот плюс. То есть с одной стороны мы ругаем часы «Восток» за не очень качественное изготовление внешних элементов, с другой стороны вот в этом плане, например, они могут, вот конкретно эта модель, с конкретно этим браслетом, может дать фору там многим более крутым, дорогим швейцарским часам. Потому что, да, качество отделки не выдающиеся, но когда браслет так подходит к корпусу, это вот прям дорогого стоит. На мой взгляд, это так. Ладно, давайте закругляться. На этом все. Спасибо большое за внимание. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я постарался, так сказать, свое мнение изложить максимально аргументированно, максимально показал все, что мог. Ну и на этом все. Спасибо большое за внимание. Всем хорошего настроения. Ну и, как всегда, желаю всем удачных, выгодных и осознанных покупок. Пока.